Дорогие друзья, мы продолжаем библейские курсы и сегодня тема церковь. Мы узнаем, что такое церковь и чем церковь не является именно с библейской точки зрения. Вообще библейскую историю можно разделить на несколько больших этапов. И вот первый этап можно назвать время патриархов. Это то время, когда Бог общался с людьми через особо избранных людей, которые являлись главами рода, одновременно священниками и пророками. Вот таким избранным человеком был Авраам, который потом передал завет следующему патриарху, своему сыну Исааку, затем Иакову, потом было 12 патриархов. Все они были носителями завета, одновременно священниками. И вот это было время патриархов. Но затем сменилось служение Богу, сменилась организация этого служения, пришло время закона. Закон был дан Моисею, и этот закон устанавливал храмовое богослужение. То есть люди, они обращались к Богу, уже приходя в храм, молясь в храме. Там было сословие священников, которые должны были выполнять свое служение, приносить жертвы, молиться за людей. И вот храм, он был местом присутствия Божьего и местом, куда люди приходили для того, чтобы Богу молиться. Вот это было место общения с Богом. Вот это время закона. Но когда пришел Иисус, Он сказал, что новое вино не вливают в старые мехи. Для нового вина нужны новые мехи. И изменил эпоху, вот именно в отношениях с Богом. И наступило время церкви, или еще называют время благодати. Сегодня уже нет такого ветхозаветнего храма, сегодня нет уже жертвоприношений, служения священников. Потому что наступило новое время, и был заключен новый завет. Именно с того момента, как Бог заключил новый завет, исчисляется время церкви. И вот я хочу привести несколько мест Писания и несколько фактов о церкви. Прочитаю Эфесиным 1 главу 4 стих. Апостол Павел пишет. И вот Писание говорит, что Бог избрал нас, или избрал людей, которые составляют церковь, прежде создания мира. То есть церковь, она была запланирована от вечности. И Бог ее задумал с самого начала. То есть когда Он творил этот мир, Он видел, что в этом мире возникнет особый Его народ, с которым Он будет иметь особое отношение завета. Он это запланировал изначально. И сегодня эти планы Его приходят к исполнению. Но вот эти планы Божьи, они были долгое время сокрыты от людей. То есть люди не догадывались о том, что Бог запланировал для всего человечества. Прочитаю тоже Эфесиным 1 глава 9 стих. Апостол Павел пишет. Открыл нам тайну воли своей по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И вот здесь апостол Павел пишет, что Бог открыл нам тайну своей воли. То есть людям не была открыта эта воля, не была открыта эта тайна. И информация, или точнее откровение о церкви сохранялось в тайне долгое время, до того момента, когда время не пришло этому откровению прийти. И вот апостол Павел пишет, что нам открыта была тайна Божьей воли. И вот для учеников Иисуса Христа вообще откровение от церкви стало новостью. Потому что они думали, что Иисус это тот обещанный Мессия или Христос, помазанник, который придет, чтобы восстановить царство Израиля. Дело в том, что Израиль это было теократическое государство, главой которого являлся Бог. И центром служения в этом государстве было храмовое служение. И вот в тот момент, когда Иисус служил на этой земле, когда были ученики, апостолы, это царство находилось под оккупацией Римской империи. То есть оно не было независимым, оно не было свободным. И ученики думали, что Христос именно тот, кто придет и станет царем, восстановит независимость и свободу для богослужения в Израильском царстве. Но Иисус пришел не для того, чтобы в тот момент восстановить Израильское царство. Он пришел, чтобы создать Божью церковь. И вот в Ефесином 3 главе хочу прочитать вам 3 стих, с 3 по 6 стих. И вот апостол Павел пишет. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». И вот он говорит. «Мне через откровение возвещена тайна, которую никто не знал раньше, но теперь она открыта апостолом и пророком посредством Святого Духа». И в чем состоит эта тайна? Дальше он пишет. «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». И вот в этом состояла тайна. Потому что раньше Божьим народом был только израильский народ, потомки Авраама, Исаака и Иакова. Избранный народ, которому было возвещено откровение, у которого была история взаимоотношений с Богом, где были пророки, где были священники, где были цари, помазанные Богом. Это целая история Божьего народа. Но они думали, что на этом и заканчивается взаимоотношение Бога с человечеством. Ну, разве что кто-то хочет стать празелитом, то есть присоединиться к израильскому народу, принять обрезание, войти в завет, тогда он тоже как бы может иметь эти отношения с Богом. Но апостолам была открыта тайна, что Бог хочет стать Богом не только для израильского народа, но и вообще для всех людей, и создать церковь, которая состояла бы и из евреев, и из язычников. Не только Израиль теперь у нас Божий народ, но Божьим народом являются люди из всех племен, из всех народностей, из всех национальностей. И вот также в 3 главе 8 стих я прочитаю. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домоставительство тайны, сокрывавшейся от вечности Боги, создавшимся Иисусом Христом, дабы ныне садилась известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». И вот он говорит, мне дана благодать проповедовать Евангелие для язычников и открыть вот эту тайну, которая была сокрыта раньше, что теперь Бог является Богом для всех народов. И вот это было запланировано Богом создание церкви, он вел к этому, множество было пророчеств, с пророками сказано о том, что язычники тоже будут с наследниками обетований. Но до поры до времени понятие этих откровений, оно было как бы удержано. Но вот пришло время, и Иисус уже после своей смерти, после своего воскресения явился ученикам, и в Деяниях 1 главы, 1 главе, он говорит своим ученикам, 1 глава, 8 стих. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И вот он говорит, что будет момент, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы обретете силу для того, чтобы быть свидетелями по всей земле. В Израиле сначала, а потом уже до краев земли. И на самом деле этот день пришел, это был праздник иудейский, день Пятидесятницы, день, который празднует на 50-й день после Пасхи. И в этот день все ученики были вместе, они молились вместе, и на них внезапно сошел Дух Святой с такими физическими проявлениями, с громом, со звуком сильного ветра, с языками пламени над головами апостолов. И все они наполнились вот этой силой, которую обещал Господь, и обрели удивительную смелость и дерзновение. И после этого они вышли и начали прославлять Бога, пророчествовать, проповедовать людям. И вот впервые, первая проповедь произвучала именно в день Пятидесятницы. Апостол Петр проповедовал людям, которые собрались на этот шум, посмотреть, что происходит. Он встал и начал проповедовать об Иисусе Христе. И сила Духа Святого, которая была излита на апостолов, она коснулась сердец людей. И в тот день обратилось к Богу более трех тысяч человек, они были крещены. И в этот день родилась церковь. Именно день Пятидесятницы считают днем рождения церкви. Первая проповедь о Христе, первые покаявшиеся, люди, которые поверили в смерть и воскресение Иисуса Христа. И образовали церковь. Они были крещены. И таким образом появилась первая христианская община в Иерусалиме. И впоследствии таких церквей появлялось все больше и больше сначала в Иудее, Самарии и потом уже по всему миру. И, конечно же, нам нужно дать определение церкви. Что такое церковь? Церковь, это слово встречается в Библии только в Новом Завете. В греческом оригинале оно звучит как «экклезия». Это слово означает «собрание» или «сообщество призванных людей». А вы можете сказать слово «экклезиаст». Это взят уже как бы греческий перевод, но означает «человека, который проповедует, собрание». Вот, в общем-то, тоже греческое слово. Ну, как вы знаете, книга «экклезиаст» в оригинале написана была на еврейском. Но это слово тоже относится к церкви. И вот «экклезия» означает «собрание людей». В Греции это слово часто применялось, означало людей, которые были избраны из народа для участия в политической жизни страны и имели право голоса. То есть, по сути, это было народное собрание, которое голосовало за какие-то вещи и события политической жизни в Греции. И вот это народное собрание называлось «экклезия». Люди, призванные, собранные вместе. И в библейском понимании церковь «экклезия» означают люди, которые тоже призванные. Апостолы называли себя призванными людьми. Это люди, призванные из греховного мира, чтобы быть в Иисусе Христе. Чтобы любить Бога, служить Богу, служить людям. То есть, это люди, избранные из этого мира для Бога. И вот церковь означает в Библии, во-первых, вообще всемирное братство верующих в Иисуса Христа. То есть, по сути, всех верующих на земле, всех, кто искренне верит в Бога, кто молится Ему, кто служит Ему. Всех этих людей можно назвать церковью, еще и называть ее вселенской церковью. То есть, это сообщество всех христиан по всей земле. То есть, по сути, вот мы, верующие, друг для друга являемся братьями и сестрами, в каком бы уголке земли мы ни находились. То есть, куда бы мы ни приехали, если мы приходим к верующим, мы можем найти взаимопонимание, общение. Потому что у нас есть очень много общего, у нас общая вера, общее Слово Божие. Мы следуем за тем же Христом, что и они. Но есть еще другие понятия церкви. Также церковь – это община верующих в отдельном городе, в отдельном населенном пункте. И вот такую церковь называют поместной церковью. То есть, это церковь, которая находится в каком-то конкретном месте. Ну, например, апостол Павел свои послания часто адресовал таким поместным церквям. Вот в 1 Коринфянам, прочитаю 1 главе, 1 по 2 стих. Павел, волю Божию, призванный апостол Иисуса Христа, Исосфенбрат, церковь Божия, находящаяся в Коринфе, освященного Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас. И вот он пишет церкви в Коринфе. То есть, это церковь в городе Коринфе, поместная церковь. Точно так же есть церковь в городе Екатеринбурге, церковь в городе Нижний Сергей, в городе Ривде, в городе Москве. Это поместная церковь, то есть, община людей. Но помимо поместной церкви, которая может объединять там 10 человек, а может 100 человек, а может 1000 человек или 10 тысяч объединять, вот помимо поместной церкви существуют еще более малые группы, которые также называются церковью. Это так называемая домашняя церковь. Ну вот тоже послание апостола Павла к римлянам, процитирую, на 16 главе. Апостол Павел пишет в третьем стихе. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе», 4 стих, «и домашнюю их церковь». То есть, у них была домашняя церковь. Вообще, почему такие разные понятия – вселенская, поместная, домашняя церковь? Ну, Иисус очень просто сказал. «Где двое или трое собираются во имя Мое, там Я посреди них». То есть, по сути, если вы своей семьей собрались вместе во имя Иисуса Христа для того, чтобы помолиться, принять причастие, разобрать Слово, прославить Бога, то есть вы собрались во имя Иисуса Христа, то присутствие Божие уже посреди вас. То есть, церковь – это место, где присутствует Бог. И поэтому церковь, он присутствует и во вселенской церкви, он присутствует и в поместной церкви, и даже в малых группах Бог также присутствует. Потому что, где двое или трое собираются во имя Его, там и Он посреди них. Он дал нам это обетование. И вот, и церковь – это люди. Это люди, и поэтому, чем не является церковь, что не является церковью? Церковью в библейском понимании не является здание или какой-то храм, или какая-то организация, динаминация. Церковью является собрание людей, собранных во имя Господа Иисуса Христа. Вот это является церковью. А вообще, видите, существует разница между греческим словом «экклесия» и русским словом «церковь». Откуда вот русское слово взялось, тоже это интересно. Русское слово «церковь» произошло от греческого «кириос», которое греки применяли в IV-V веках, верующие, естественно, христиане, это означало «дом Божий». И применялось это к зданию. То есть, «дом Божий» в смысле здания или храма. И вот отсюда вот это слово, оно перекочевало в другие языки. «Кириос» в русском языке стало как церковь, в немецком, например, «кирхе», в английском «черч». Таким образом, как бы, произошла некая подмена понятия. И церковью стали называть не людей, а дом, здание. И отсюда, как бы, появилось такое «пойдем в церковь», то есть, пойдем в особое культовое здание. Но на самом деле, если быть точным по священному писанию, церковь – это не здание, церковь – это люди. Мы есть церковь. И вот несмотря на то, что мы сейчас записываем эту программу в режиме самоизоляции, и как бы мы не можем даже собираться вместе ни в каком здании, ни в каком храме, но мы остаемся церковью. Потому что даже собираясь у экранов мониторов, телевизоров, компьютеров или гаджетов, мы собираемся вместе во имя Иисуса Христа, хотя мы удалены друг от друга, но мы все равно остаемся церковью. И хотя собрания сейчас идут онлайн, люди собираются вместе у экранов телевизоров, вместе молятся, вместе прославляют. И это служение церкви. Хотя нет никакого сейчас здания, где бы мы собрались вместе. То есть здание есть, но мы не можем туда прийти. И вот, что же является центром для служения церкви? Вот самым главным для церкви. Хочу прочитать вам из Евангелия от Матфея, 16 главы, 15 стих. Иисус спрашивает учеников, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И вот здесь Иисус похвалил, можно так сказать, Петра. То есть сказал, блажен ты, Петр, счастлив ты, потому что ты получил важнейшее откровение. Отец Мой, Который на небесах, открыл тебе это, открыл, кто я есть, кто есть Иисус. Вот это откровение пришло к Петру, что Иисус это не просто раввин, не просто какой-то учитель, что Иисус это Сын Бога Живого, Христос. И дальше Иисус говорит, и я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. На каком камне? На откровении о том, кто такой Иисус, создаётся церковь. Именно Личность Иисуса Христа является центром всего учения церкви. Это является фундаментом. Фундамент. Бог послал своего Сына, Мессию, который взял на себя грехи всех людей. Чтобы все, кто поверит в Иисуса Христа, соединить их всех в Церковь Божию, в Новый Святой Народ. Апостол Павел это подтверждает, пишет 1 Коринфянам 3 главе, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». То есть, Иисус Христос – это основание для учения церкви. То есть, если убрать Иисуса Христа и принести любое другое учение, то эта организация, так скажем, не может быть церковью. Потому что никто не может положить другого основания, кроме Иисуса Христа. Церковь строится именно на этом основании. На том, кто такой Иисус, на том, что Он сделал, кем Он является для нас. Он является нашим Спасителем, нашим Господом и нашим Искупителем. Это основание. И поэтому апостол Павел, когда он ездил и проповедовал по разным городам, основывал новые церкви, Он, на самом деле, очень ученый человек, очень мудрый человек, у которого были потрясающие откровения, очень глубокие. Он говорил, когда я проповедовал вам, язычникам, то я предпочитал быть ничего не знающим, кроме Иисуса Христа и притом распятого. То есть, Он закладывал основание, основание Иисус Христос. А дальше Он говорит, а дальше стройте на Нем, созидайте на Нем учения, созидайте на Нем служения. На этом основании другого основания быть не может. И к тому же Иисус, Он не только основание, но Он является и главой церкви. И в Ефесином, первая глава, прочитаем вам 22 стих. Бог все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая сделала Его полнота, наполняющего все во всем. И вот Иисус – глава церкви, а церковь – Его тело. И мы взаимосвязаны. Мы связаны с Иисусом посредством Духа Святого. Дух Святой открывает нам Личность Христа, Он направляет церковь, исправляет ее, вдохновляет ее. И таким образом мы видим вот этот образ, который здесь открыт в послании к Ефесинам, что церковь – это не какая-то организация, не какая-то структура, не какая-то динаминация, а это живой организм людей, которые связаны с главой Христом. И связаны, конечно, друг с другом. Он говорил, Иисус – глава, мы – тело, и мы – части тела, или члены тела. И в организме все взаимосвязано, все служит общим целям. И точно так же в церкви есть разные части тела, есть разные служители, есть разные служения, есть разные дары, но все они служат единой цели. И вот 1 Коринфянам, тоже прочитай 12 глава, 1 Коринфянам 12 глава, 12 стих. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, иелины, рабы или свободные, все напоены одним духом. И вот он говорит о единстве, о единстве и о том, что это единство церкви, единство взаимоотношений, основанное на любви, оно возможно благодаря тому, что у нас есть глава. Глава – это Иисус. И вот хочу обратить внимание, что главой церкви не является какой-то человек, какой-то лидер, какой-то священнослужитель. Не Папа Римский, не глава церкви, не какой-то патриарх или какой-то пастор. Главой церкви является Иисус Христос. А все те, которые занимают какие-то начальствующие или лидерские позиции в церкви, Бог их называет служителями. То есть это те люди, которые служат Богу, которые служат людям. И поэтому Иисус призывал вот этих служителей, не главенствуйте над стадом, а подавайте им пример, чтобы они следовали за вами, как вы следуете за Христом. И апостол Павел тоже говорил, подражайте мне, как я подражаю Христу. И вот самое главное для церкви и для организации служения церкви – это следование за Христом. И поэтому Иисус, когда Он собрал своих учеников, которые были апостолами, то есть основателями церкви, Он говорил, вот посмотрите, омыл им ноги и сказал, посмотрите, я вам служу, хотя вы называете Меня Господом и Учителем, это правда так. Иисус, Он Господь и Учитель, Он говорит, я пришел не для того, чтобы господствовать, а для того, чтобы послужить людям. И вы делаете точно так же, не господствуйте, но служите. И вот это очень важное понимание о том, что у нас нет никакой главы, кроме Иисуса Христа. И мы все следуем за Ним. И мы вот как призванные служители, мы призываем людей следовать за Иисусом Христом. Мы делимся с Ними Словом. И они уже по доброй воле, принимая это слово веры, следуют за Иисусом Христом. И вот глава церкви Иисус, и Он приобрел церковь дорогую цену, Он приобрел ее своей кровью, заплатил за нее своей кровью. И в Библии Иисус называет церковь своей. Он сказал, я создам церковь, чью мою, и врата ада не одолеют ее. Церковь принадлежит Господу Иисусу Христу. И хочу прочитать из книги Деяний, 20 главы. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. Итак, апостол Павел обращается к служителям, которые тут названы блюстителями. Он говорит, итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. То есть церковь Бог приобрел для себя. А нас поставил там пасторов, учителей, евангелистов, различных служителей. Нас поставил служить в этой церкви. Итак, это очень важно понимать. Чем же церковь призвана заниматься? Какова деятельность церкви? Вы знаете, очень емко об этом сказано в книге Деяний, 2 главе, как раз в том месте, где говорится о рождении церкви. Это именно тот самый день Пятидесятницы, когда церковь родилась. Что она делала? Деяние, 2 глава, 42 стих. Прочитаем. Давайте 41 прочитаем. Итак, охотно принявшие слово его, Петр проповедовал, крестились, и присоединился в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день едодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Хваля Бога, находясь в любви всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть, вот, церковь только-только родилась. И она сразу стала очень деятельной. То есть, она продолжала, родившись, она продолжала действовать, продолжала проповедовать, продолжала свидетельствовать. И вот, что же делала церковь? Во-первых, мы видим, в 42 стихе, они постоянно пребывали в учении апостолов. То есть, учение апостола, в котором церковь пребывала постоянно, это проповедь Божьего Слова. Учение, проповедь, это неотъемлемая часть жизни церкви. Церковь родила через проповедь. Апостол Петр проповедовал, люди услышали Божье Слово, Слово спасения, уверовали и родились свыше. И также, и она продолжала существовать через служение Слова. И сегодня Бог посредством проповеди, посредством Слова, вдохновленного Духом Святым, Он продолжает взращивать церковь, укреплять ее, изменять ее, очищать ее. Он позволяет, благодаря благовестию, благодаря служению Слова и учению, жить полноценной духовной жизнью. Он дает церковью эту возможность. И поэтому учение – это одна из важнейших частей служения церкви. Проповедь Слова. И Библию это называют духовной пищей. То есть, как наша плоть должна питаться. Вот мы, находясь в изоляции, может быть, вы никуда не выходите, но каждый день принимаете пищу для того, чтобы ваше тело, оно могло функционировать. И также для нашего духовного функционирования, для нашей духовной жизни, также постоянно необходима пища духовная, которая есть Божье Слово. И поэтому можно смело сказать, если кто-то называет себя церковью, но не несет никакого учения, никакой проповеди, никакого просвещения, то церковью такая организация называться не может. Потому что пребывать в учении апостолов, в учении Писания Священного, это неотъемлемая часть духовной жизни церкви. Очень-очень важно. И через учение Дух Святой изменяет нашу жизнь, изменяет наше сердце, изменяет наше мировоззрение. Именно учение апостол Павел назвал силой Божией. То есть в слове содержится некая сила, которая позволяет нам изменять наше сердце. И вот бывает такое, что много свидетельств того, что люди, услышав проповедь, кардинально изменили свою жизнь. Получили какое-то исцеление, получили освобождение, получили изменения в отношении к людям. То есть стали добрее, мягче, чище, открытие. Это все благодаря слову, которое изменяет нашу жизнь. И поэтому учение апостолов – это очень важная часть. Не менее важная часть – это молитва. В 42-м стихе тут сказано, пребывали в общении, преломлении хлеба. И в молитвах Бог дал верующим право и привилегию обращаться к нему в молитве. Бог всемогущий. Он может все. И Он сказал, обращайтесь ко Мне, если в чем-то имеете нужду. Если хотите обрести мудрость, обращайтесь ко Мне. Если хотите получить совет, обращайтесь ко Мне. Бог нам дал обетование, что когда мы обращаемся к Нему с верой, Он слышит нас. И апостол Иоанн писал, но мы знаем, если Бог слушает нас, то Он отвечает нам. То мы и получаем просимую у Него. И на самом деле это большая привилегия здесь, на земле, обращаться к Богу, Который на небесах, Который является всемогущим, и получать от Него, как Библия говорит, благовременную помощь. И не только какие-то ответы на жизненные нужды или советы по водительству о том, какие решения принять, как жить дальше. Но также молитва является не просто бесконечными просьбами, что мы к Богу что-то просим. Молитва является живым общением с Богом. Если через Слово Бог обращается к нам, Он говорит в нашу жизнь, то через молитву мы обращаемся к Нему. И также получаем ответы, получаем откровения. Благодаря молитве мы познаем Бога. Мы позволяем Духу Святому наполнять наше сердце. Без молитвенной жизни не может быть никакой духовной жизни Церкви. И, конечно же, есть молитвы, как индивидуально, когда Писание говорит, Иисус говорил, войди в комнату, закрой дверь и помолись Отцу Своему, Который в тайне, и Отец, увидящий тайный, воздаст тебе явно. Это индивидуальная молитва, но также есть и совместные молитвы. Также Иисус сказал, если двое или трое согласятся о чем-то просить у Отца Небесного, то все, о чем они не попросят, получат. То есть молитва согласия, молитва единства, молитва Церкви, она тоже также очень важна. Сейчас, например, у нас новые вызовы в обществе, новые катаклизмы, так можно сказать. И Церковь, она может молиться совместно за все, что происходит в этом мире, в экономике, или то, что касается болезней, эпидемии и так далее. Церковь имеет такую власть и привилегию молиться за то, что происходит и в жизни каждого отдельного человека, и в жизни общества в целом, и в церковной жизни в частности. И молитва, она призывает Бога вмешаться в ситуацию, чтобы Его воля исполнилась на земле. Как Иисус нас учил молиться? Пусть воля Твоя на земле будет, как на небесах. Вот наши молитвы, они позволяют Божьей воле исполняться на этой земле. Итак, молитвенная жизнь – это сердце Церкви. И очень важно, чтобы каждый верующий Церковь принял в свое сердце этот дух молитвы, пребывал в ней. Иисус нам дал пример, Он постоянно пребывал в молитве. И мы видим, ученики, они тоже постоянно пребывали в молитве. И еще третье, что важно в деятельности Церкви – это прославление. Тут же во второй главе книги Деяний, в 47 стихе, сказано, они, хваля Бога, находясь в любви всего народа, то есть пребывали в прославлении, в хвале. И знаешь, иногда кажется, молитва, она как бы мне выгодна, потому что мне что-то надо от Бога, что-то меня приперло, что-то мне плохо, допустим. Я пойду, буду вызывать к Богу, буду молиться, и Бог верен, и Он обещал, и Он ответит, Он поможет. И вот зачастую мы так молимся и получаем ответы от Бога, потому что Бог благ, и действительно Он дал нам обещание помогать. А вот прославление, я просто сталкивался с некоторыми людьми, кажется людям бессмысленным каким-то. Что Богу надо, чтобы мы Его хвалили? Зачем это надо? И бывает такое во время прославления, кто-то сидит или уходит. И они не осуждают этих людей, потому что каждый имеет право выбирать то, что ему близко, то, до чего он достиг, так скажем. Но Библия говорит, что прославление – это очень важная часть наших взаимоотношений с Богом. Потому что Бог не то, чтобы, знаете, такой себелюбивый царь, который, ну, хвалите меня, хвалите. Нет, Бог – Он творец, Он создатель, Он источник жизни. И на самом деле, знаете, хорошо похвалить маму, которая испекла вкусный пирог, и сказать спасибо, мама, очень вкусно, и нам кажется нормально. Если так не сказать, то какая-то неблагодарность. Хорошо благодарить человека за то, что он что-то сделал для тебя, он постарался. И вот Бог создал для нас этот мир. И более того, Он дал нам спасение, которое большую цену имеет. Иисус отдал свою жизнь за нас. И знаешь, и быть благодарным, и хвалить Бога, и прославлять Его – это естественная реакция нормального человека, который умеет благодарить, умеет хвалить, умеет славить. И Библия говорит, только он достоин хвалы. Нет такого человека, который был бы достоин хвалы и поклонения. Библия говорит, только Богу одному поклоняйтесь. И поэтому Библия говорит, что Бог живет среди словословий своего народа. То есть, Его атмосфера, Его присутствие приходит туда, где люди собираются вместе, чтобы прославить Его. Либо дома они прославляют Его. Богу приятно это, это как приятное благоухание для Него. Но и Он отвечает это, отвечает своим присутствием. Он живет среди словословий Израиля. Мы хвалим Его, а Он приходит и благословляет нас. Наши сердца открываются для того, чтобы принять Его благодать. Это делает хвала. Хвала открывает наши сердца и приносит нам свободу и Божью славу. Была отдельная тема о прославлении, которую вел Олег Казанцев. Поэтому не буду долго на этом задерживаться. Перейду к следующему. Какой деятельностью еще занимается Церковь? 47 стих в книге Деяния 2 главе. Вторую часть этого стиха прочитаю. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. Если это прочитать так, вне контекста, то можно подумать, что верующие собрались вместе, прославляют Бога, молятся, изучают Слово Божие. А Бог за ручку приводит к ним людей, прилагает спасаемых к Церкви. На самом деле, приложение спасаемых к Церкви – это дело самой Церкви. Бог дал нам великое поручение. Иисус сказал, идите по всему миру и научите людей, крестья их во имя Отца и Сына и Святого Духа, идите и научите. Это великое поручение. И, конечно же, Господь прилагал спасаемых к Церкви благодаря тому, что Церковь, люди, они свидетельствовали о Христе, они рассказывали другим, они делились благой вестью. И люди, кто-то отвергал это, кто-то отрицал, кто-то вставал в оппозицию, в противление, они испытывали гонение, но другие люди верили этим словам и обращались к Богу. И мы видим здесь, ежедневно люди приходили к Богу, становились христианами, становились верующими, становились последователями Иисуса Христа. И мы с вами точно так же, как ученики Иисуса Христа, призваны свидетельствовать другим людям о Христе, делиться с ними благой вестью, потому что это для них шанс спасения. Они услышат о Христе, они могут покаяться в своих грехах, войти в Церковь, как Божий народ, и обрести вечную жизнь на небесах, обрести небесного Отца. И Бог поручил не ангелам проповедовать, не хирувимам, не Духу Святому, Он поручил проповедь Церкви, а Дух Святой, Он действует через каждое свидетельство. Некоторые говорят, я как-то вот не такой красноречивый, как мой пастор, я не могу так много говорить, не могу свидетельствовать, но на самом деле ничего особо сложного не нужно. Нужно просто делиться своей верой, делиться своим сердцем, делиться тем в простой форме, то, что Бог сделал в вашей жизни, как Бог изменил вашу жизнь, как изменил ваше сердце. И тогда вот это живое свидетельство, оно не обязательно коснется сердец людей, потому что вместе с вашими словами начинает действовать Дух Святой. А Дух Святой проникает в самые сокровенные уголки сердца человека. И Он дает даже направление в той беседе, которую вы будете вести с человеком. И иногда свидетельство другим, мы сами не зная того, касались самых важных для них тем. Тех вещей, за которые они беспокоятся, за которые они переживают. И через это Дух Святой касался их сердец, люди обращались к Богу. Но могут кто-то не обратиться. Это все не в нашей власти. И нам не нужно переживать, если человек отвергает тебя, потому что он не тебя отвергает, а ту весть, которую ты ему принес. И знаешь, Иисус сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Слушали мое слово, будут слушать и ваши. Поэтому, церковь, мы не должны смущаться от того, что кто-то принимает нас, кто-то не принимает нас. Мы просто призваны выполнять это великое поручение и по мере возможности свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Ну и, конечно же, приглашать их на собрание в поместную церковь или в домашнюю церковь, чтобы они вливались в это сообщество Божьего народа. И пятая деятельность церкви, так называл, это общение. Прочитаю снова в Деяниях 2 главе 44 стих. Все верующие были вместе, значит, не общались, имели все общее. Продавали имение, всякую собственность, разделяя всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. И вот мы видим, что эти люди, они были вместе, они общались, они помогали друг другу. И апостол Павел, он общение, знаете, называет так, жертва общительности. Потому что, когда мы общаемся с другими людьми, когда мы служим им, зачастую мы приносим жертву. То есть мы как бы не свои интересы преследуем, а стараемся послужить другим людям. То есть вот это общение, христианское общение, это всегда что-то отдавать, всегда чем-то делиться. Бывает то, что мы пригласят нас с женой, например, меня как пастора в гости, и мы понимаем, что у людей есть вопросы, у людей есть нужды. Они хотят с нами помолиться. И послужив им какое-то время, мы даже чувствуем некое, бывает, опустошение. Мы видим, что мы что-то отдали. Но это есть та жертва, которая угодна Богу. Мы что-то отдали, но кто-то что-то приобрел. Но и с другой стороны, общаясь с другими людьми, мы что-то получаем от них. И вот это общение в церкви, оно взаимно обогащает нас, обогащает друг друга. Сегодня существует общение онлайн, общение в сетях. И это общение, если оно продиктовано любовью, оно и верой, оно только обогащает. Потому что человек – существо социальное, и каждый нуждается в самых простых вещах. Потому что, хотя люди с разными характерами, но нужды у них все одни и те же. Каждый нуждается в любви, каждый нуждается в понимании. Никто не хочет быть одиноким. Люди хотят, чтобы их выслушали, чтобы их поняли. Может быть, что-то подсказали, посоветовали, помогли. И вот эти насущные нужды людей, именно как социальной личности, Бог восполняет в церкви. Именно через посредство общения. Потому что церковь – это семья. Семья не может быть без общения. В нормальной семье должно быть общение супругов друг с другом, родителей с детьми, детей с родителями. Если в семье есть место общения, есть место взаимоотношения, то отношения в такой семье можно назвать здоровыми. И точно так же в церкви. Если есть взаимоотношения, если есть взаимная помощь, если есть взаимная поддержка, участие в нуждах друг к другу, тогда эту церковь можно назвать церковью со здоровыми отношениями. И самое важное для нас, как для верующих, не быть просто потребителями. Не говорить, что со мной никто не хочет общаться, никто не хочет меня выслушать. И ты как бы такой недовольный, передавляешь всем претензии, в церкви мало любви или еще что-то. Дело в том, что каждый из нас призван прежде всего отдавать другим. Отдавая другим, обязательно будешь получать взамен. Библия говорит, хочешь иметь друзей, так будь сам дружелюбным. Хочешь пребывать в любви, так сам люби. Хочешь что-то получать, начни отдавать. И вот этот парадокс, это именно библейский парадокс. Написано, кто щедро дает, тому и прибавляется. И дает не только в смысле материальных вещей, но в смысле внимания, в смысле общения, в смысле жертвенности общения. Поэтому общение очень важно. Есть малые домашние группы, в которых люди участвуют в жизни друг друга, помогают друг другу, молятся за нужды друг друга. Это очень хорошо, если ты, например, не присоединился к какой-то домашней группе, ты можешь у служителей спросить адрес ближайший к твоему дому домашней группы. И после окончания карантина тоже посещать, общаться, молиться, делиться с другими людьми. И пребывать в том, в чем пребывали первые ученики, первые христиане, пребывать в общении. И прочитаю Евреям 10 главу. Евреям 10 глава. 24 стих. Апостол Павел пишет. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онова». И вот апостол призывает нас, будьте друг к другу внимательны, потому что мы – семья, Божья семья. Это призыв делить радость и печаль, не оставлять людей, которые находятся в нужде, в беде, и поддерживать их, помогать друг другу. Итак, общение – это очень важная часть служения Церкви. И в заключение еще несколько слов скажу о структуре Церкви, о том, какая должна быть структура. Потому что много споров. Некоторые говорят, Церковь должна быть такой, вот с такой организацией служения. Некоторые говорят, с такой организацией. Некоторые говорят, тут обряды такие должны быть, тут обряды другие должны быть, тут обрядов быть не должно и так далее. И вот есть споры о том, как должна выглядеть организация Церкви, структура, каким образом, иерархия может быть или еще что-то. Но на самом деле Евангелие и Библия являются основанием для нашей веры и для организации нашего служения, на самом деле никаких четких указаний о структуре церкви в Новом Завете не существует. Потому что Бог прекрасно понимал, что церковь, она будет существовать в различных народах, в различных исторических и политических контекстах. В народах с разным менталитетом, и поэтому она не может иметь четко каких-то застывших форм. Должны быть какие-то ключевые, базовые вещи, о которых мы говорили с вами раньше. Слово Божие, прославление, молитва, общение, проповедь Евангелия. Эти базовые вещи, они должны быть. А то, как будет организовано служение, церковь, она... исторически приспосабливая свое служение к культурной, политической ситуации своего времени. И никакой застывшей структуры быть не может. Дух Святой помогает каждой общине приспособить как-то свое служение к определенному месту и времени. Вообще, сама структура церкви, вот такая базовая, так скажем, выросла из еврейской синагоги. Мы знаем, что центром богослужения у Израиля был храм, но евреи находились в рассеянии по всему миру. И они хотели собираться вместе для того, чтобы слушать Слово, прославлять Бога, молиться. И вот для этого были организованы синагоги. И люди собирались вместе, читали Слово, рассуждали, молились, прославляли. И вот церковь, она унаследовала вот это. И у нас есть то же самое. Прославление, молитва, проповедь. Но определяющим моментом в служении церкви является не ее структура, не ее форма, а ее суть. Главное не потерять суть. А форму можно изменить, можно приспособить. Помню, какие-то новые церкви, новые течения иногда осуждали, что они не преследуют старых традиций, что у них современные музыкальные инструменты и так далее. Но мир меняется, люди меняются, одежда меняется, музыка меняется. И церковь, она должна быть современной, быть понятной для людей этого поколения. Не для людей средних веков или античности. В то время были свои формы. Форма одежды, форма служения. Сейчас другое. И вы знаете, например, даже сейчас, в это время, церкви в разных регионах очень сильно отличаются. Если взять африканскую церковь в каком-то племени, там есть эти церкви, африканцы, которые, как слышат звук барабана, сразу вскакивают, начинают танцевать. И они вот так прославляют Бога. Сказали бы, с неистовыми плясками, но они так выражают всю свою энергию, всю свою любовь, всю свою признательность к Богу. И молятся они по-другому. Или взять церковь, например, в Финляндии. У меня знакомая проповедовала там. Люди сидели и очень неэмоционально воспринимали это служение. И вот эта служительница, она потом подошла к пастору церкви и говорит, «Неужели вам не понравилось проповедь, это служение?» И тот отвечает, что вы, очень всем понравилось. Другая страна, другой менталитет, другая форма служения. Поэтому важно, чтобы оставалась суть. Форма может быть разная. Суть – это жизнь в Духе Святом. Суть – это любовь к Богу. И любовь к братьям и сестрам. И любовь к потерянным грешникам. И сегодня в режиме самоизоляции церковь остается. Несмотря на то, что у нас нет сейчас возможности собираться вместе. Несмотря на то, что мы сейчас сидим у экранов, компьютеров, гаджетов, мы все равно остаемся церковью. Потому что церковь – это люди, церковь – это мы. И я вам так скажу, что Бог призвал каждого верующего пребывать в церкви. Некоторые говорят, я верю в Бога, я молюсь дома и читаю Библию. Это все прекрасные вещи. Это очень хорошо, что у человека есть вера, что у человека изучают Слово Божие. Но Бог призвал человека, если ты уверовал, присоединяйся к церкви. И мы с вами прочитали. Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Если ты наследуешь спасение, вливайся в церковь, вливайся в тело Христа. Будь активным. Делай что-то для других людей. Позволь Духу Святому служить через тебя. Стань благословением для других людей. И поверь, другие станут благословением для тебя. Дорогие друзья, все мы можем обогатить друг друга. Все мы можем обогатить, потому что у нас разные дары. У нас разные характеры. У нас… Мы сами разные. Бог нас такими сотворил. И мы дополняем друг друга. Мы помогаем друг другу. Мы служим друг другу. Дорогие мои, церковь – это то, что Бог придумал от сотворения мира. Это то, что Бог создал. Церковь – это то, что будет всегда Богу принадлежать. Это Его народ, который принадлежит Ему сейчас и будет принадлежать Вечность. И Бог его создал для любви. Потому что Бог есть любовь. Он любит людей. И Он приблизил всех, кто захотел к Нему прийти, приблизил к себе. Приблизил к себе, соединил с собой и соединил друг с другом. И поэтому остаются вот эти две важнейшие заповеди, которые сказал Иисус Христос. Возлюби Бога твоего всем своим сердцем. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Дорогие братья и сестры, будьте благословенны. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты создал Церковь. За то, что Ты заплатил за нее такую большую цену – кровь Сына Своего Иисуса Христа. И поэтому Церковь принадлежит Тебе. И Иисус, Ты – глава Церкви. И мы следуем за Тобою. И мы просим Тебя, Господь, направляй Церковь, созидай ее, веди ее, Господь, так, как угодно Тебе. Давай нам свои откровения, давай нам свои силы, давай нам свою мудрость. И мы просим, Господь, благослови отношения внутри Церкви. Помоги нам возрастать в любви и во взаимном служении. И пускай Церковь укрепляется как духовно, так и возрастает количественно. Прилагай спасаемых Церкви. Дай нам смелости и дерзновения свидетельствовать другим людям, для того, чтобы они могли также уверовать и спастись, и стать частью Божьего народа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты приобрел этот народ для вечности. И мы всегда будем друг с другом, и всегда будем с Тобою во все дни до скончания века. Да будет вся слава и хвала Тебе, наш всемогущий Господь. Аминь. Будьте благословены.